Проект реализован в рамках президентского гранта для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, который муниципальная библиотечная система Котловского района выиграла в июне этого года. Сумма гранта составила миллион рублей. Целью проекта является интеграция русской культуры в современную молодежную моду. Участниками проекта являются сотрудники Сальвичеводской историко-художественного музея, театр моды «Каприз» город Архангельск, которые сами участники этой экспедиции, сотрудники библиотечной системы Котловского района и жители муниципального образования Сальвичеводская. Проект проходил в три этапа. В рамках подготовительной части создали программу экспедиции, изучили традиции, нашли заинтересованных людей. Экспедиция проходила пять дней с 17 по 22 сентября. Девчонки приезжали и пять дней они жили в Сальвичеводске, работали, не погладая рук, искали материалы, обрабатывали материалы, создавали эскизы, модели. Участникам экспедиции немало пришлось потрудиться в архивных фондах Сальвичеводского музея, где они познакомились с традициями золотого шитья, ткачества, особенностями женского платья Сальвичеводского уезда 18-19 веков. Была поездка на этнографическую встречу с жителями деревни Гусиха. Собранный материал лег в основу тканевой книги «Старинные элементы в современном ансамбле». Мы представляем вашему вниманию вот эту тканевую книгу, куда вошла историческая справка в самой книге, информация о традиционном костюме, сами костюмы, схемы, зарисовки, все выполнено в цвете. Здесь вот это костюмы традиционные, головные уборы. Скажу самое главное, то, что представлена информация в книге, это все собирали девочки театра моды «Каприз». Когда девчонки приехали просто в ГУФ в Сальвичеводске, начали работать в экспедиции, у них глаза загорелись. Им интересно, они искали информацию, они обрабатывали информацию, они зарисовывали эскизы самих элементов, искали какие-то точки, трогали в архивных фондах ткань, костюмы, которые нельзя было простому человеку в руки взять. Они вот просто брали, они с интересом. И когда уже они вот это все обработали, всю информацию, они получили материал, они уже начали творить. Объемные в пол рукава, расшитые жемчугом балаклавы, украшения, необычные сарафаны и рубахи. Старинному костюму – современное видение. Мы очень активно изучали костюм Русского Севера в Сальвичеводске. Мы выявили, помимо каких-то особенностей кроя конкретно Сальвичеводского костюма, также мы знакомились очень много с вещами, которые не относятся к костюму напрямую. И как-то их тоже очень хотелось интегрировать в костюмы и в коллекцию. Поэтому общей такой темой у нас стала сказка о царевне лягушке. И к ней мы уже подключали и озера жемчужные соленые, мы вдохновлялись пейзажами Сальвичеводска. Конечно, не обошлось без костюма. И важными элементами также стали вышивка, узоры различные, которыми издавна украшали изделия русского костюма. То есть это головные уборы, фартуки и так далее. В коллекции присутствуют глубокие изумрудные оттенки, напоминающие купола Благовещенского и Веденского соборов. Фактура и цвет навеяны гаммой лесных озер, дополненные узорами парчи и жемчужным перламутром. Нас очень привлек элемент, который называется лягушка. Он о женской силе, но не столько вот об этой ее мощи, сколько о желании как-то, о характере женщины. И нам показалось очень интересным соотнести это с образом Сальвичеводской приплывухи. Это потенциальные невесты, которые приезжали в Сальвичеводск искать себе богатых, успешных женихов. Элементы старинного костюма были связаны с современным стилем. В первую очередь были использованы и переработаны сарафаны, каратены, душегреи, рубахи, нагрудники и рубахи-долгорукавки. В них когда-то будущие невесты перед замужеством танцевали свой прощальный танец. Также прямой крой у сарафанов. Здесь как раз представлены модели с прямым кроем. Вот две крайние. Вот модель с прямым кроем. И на самом деле это очень актуально сейчас. То есть это все возвращается в моду. И на самом деле, мне кажется, мировая мода тоже во многом в дальнейшем будет зависеть от русского костюма. Когда мы все наблюдаем насилие западной культуры, глобализацию всего, что только можно. Переход в цифровые, дистанционные форматы очень многих сфер нашей деятельности. Снижение ценностей вещей как таковых и ручного труда. И поэтому я с большим уважением отношусь к тем мастерам, которые двигают, то есть они которые сохраняют, продвигают, популяризируют это направление. Коллекция «Квакушки» теперь будет представлена в Театре моды «Каприз» в Архангельске. Демонстрировать ее широкой аудиторией планируется на различных конкурсах и показах.